Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Школа ЖКХ» и я, ее ведущая, Зайнеп Хубиева. Тема нашего эфира сегодня – это перепланировка квартиры, как провести и не нарушить закон. Каждый владелец квартиры имеет право на перепланировку, однако необходимо помнить, что все изменения должны быть в соответствии с действующим законодательством. И сегодня руководитель управления Государственного жилищного надзора Карачаева-Черкесии Хаджумрат Яковлевич Товшунаев расскажет нам о том, как правильно провести перепланировку в квартире. Здравствуйте, Хаджумрат Яковлевич. Хаджумрат Яковлевич, скажите, пожалуйста, что такое перепланировка и какие действия подпадают под это определение? Перепланировка – это изменение конфигурации квартиры, в результате чего необходимо будет менять инвентарное дело. То есть по проекту квартира выглядит так, человек перепланирует жилое помещение уже, соответственно, иначе, и необходимо вносить изменения в инвентарное дело этой квартиры. А вот что именно является перепланировкой? Если мы дверь меняем или стену сносим, вот какие действия подпадают под перепланировку? Ну, справедливости ради все. Все подпадает непосредственно под перепланировку. Есть перепланировка и переоборудование жилого помещения. Переоборудование – это то же самое, в результате чего нужно будет вносить изменения, но это касается инженерных сетей, то есть перенос их или установка дополнительных инженерных сетей. Это называется переоборудование. То есть если раковину с одного места меняем на другое, это переоборудование. А вот если дверь на кухне с одной стороны закладываем, а с другой стороны выбиваем, это уже перепланировка? Перепланировка, да. Скажите, пожалуйста, а разрешение на перепланировку надо получать? Конечно надо. А где, в каком органе? Как гражданину, который захотел провести перепланировку, начать действовать? Если собственник жилого помещения перепланирует непосредственно свое жилое помещение, если это не первый этаж, не магазин, не делает устройство отдельного входа, то он просто обращается в орган местного самоуправления, берет разрешение в органе местного самоуправления, ему выдают, ну пишет заявление, ему выдают разрешение на проектные заискательские работы, после чего он заказывает проект в проектной организации, у которых есть лицензия на данный вид деятельности. С этим проектом возвращается в орган местного самоуправления, ему дают бегунок. Вот с этим бегунком он должен обойти ряд инстанций, это ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, и получить согласование с этими организациями. Если у него перепланировка не нарушает какие-то конструктивные способности всего здания, не нарушает инженерную коммуникацию, то эти службы согласовывают, он с этим согласованием приходит опять-таки в орган местного самоуправления и получает разрешение. Только после этого рекомендуется вообще выполнять любые работы по перепланировке. А если такой факт получится, что лицо приобрело квартиру, и уже в процессе оформления документов, или уже после оформления документов, когда он начал жить в этой квартире, он видит, что была проведена незаконная перепланировка. Как быть тогда? Ну вообще, по-хорошему, тот или иной собственник, он физически не сможет эту квартиру оформить, потому что он когда покупает, они должны вызвать после договора купли-продажи представителей Бюро технической инвентаризации, которые приходят и сличают инвентарное дело, которое ранее было выдано на эту квартиру, и факт. Если есть расхождение, то, соответственно, Бюро технической инвентаризации предлагает человеку узаконить. Если ранее время ответственности лежало на предыдущем собственнике, то на сегодняшний день, когда бы не определили, не выявили факт незаконной перепланировки, лежит ответственность на собственнике нынешнем. Поэтому нужно внимательно обращать на вот эти все моменты внимания. В результате могут быть плачевные действия, моменты такие, что орган местного самоуправления или какие-то службы не смогут согласовать выполненную перепланировку, и человеку придется все привести в первоначальное состояние. А есть ли какие-нибудь санкции, например, штрафного характера, кроме первоначального состояния привести? Есть статья 7.21 Административного кодекса. Это незаконная перепланировка, переоборудование. Там штраф небольшой, но с 2015 года было внесено изменение и в жилищный кодекс, и в административный кодекс. Штрафы остались те же, но дело в том, что орган жилищного надзора, ранее выдавая предписание, он прописывал собственнику, предписывал либо узаконить выполненную незаконно перепланировку, либо привести в первоначальное состояние. Так вот, теперь, с 2015 года начиная, если собственник жилого помещения выполнил ее без соответствующего разрешения, то ему будет предложено только привести в первоначальное состояние. Поэтому прежде чем сделать, необходимо получить всю разрешительную документацию. Очень надо быть внимательным, когда покупаешь квартиру, и проверять с органами БТИ прям заранее, да? Конечно. В таком состоянии его планировка или были внесены изменения? Если каким-то образом человек все-таки смог ее оформить или по решению суда, опять-таки, завтра будут сложности, когда он ее будет продавать. Ну да, следующий владелец может пойти по правильному пути, по законному, и перепроверить планировку. А как быть людям, которые покупают квартиры из студии, и хотят возвести гипсокопротонные стены, делить какое-то помещение для спальни, для зала, к примеру? Разрешение получать надо в этом случае? В этом случае проблем вообще нет, потому что дом принимается в эксплуатацию, то есть сдается с застройщиком уже, ну, эти все моменты, они обозначены в проекте. То есть в проекте написано, есть чертежи, поэтажный план, что квартиры продаются студией. И там уже, ну, каждый на что гораст, какие ему нужны, он покупает, грубо говоря, просто помещение. И отделяет, делает там, где-то санузел ставит, где-то раковину, определяет спальную комнату, зал, прихожую. Как ему удобно, абсолютно, закон его не ограничивает. Да, но единственное, инженерные коммуникации, они-то идут по стояку, они в одном и том же месте. Аджмурат Яковлевич, самой распространенной формой перепланировки является расширение балкона. Так же должны действовать люди, когда хотят расширить балкон? Те же государственные органы должны областиться? Или путь немножко другой? Тут пути нет вообще. Объясню почему. Потому что балконная плита, прежде чем ее поставить, ее рассчитывает. Ее плотность, крепость и так далее. И люди зачастую, расширяя, они меняют, ну, в конфигурации меняется место нагрузки на ту или иную плиту. Что приводит зачастую, вот у нас в стране, к сожалению, к трагическим последствиям. Падают балконы, рушатся здания, целые подъезды. Этого делать вообще нельзя. А вот если с жилой комнатой объединять балкон, так же можно? Оконную раму убрать, дверь проем убрать? Можно демонтировать дверной проем, можно демонтировать оконную раму. Балкону, соответственно, утепляют, присоединяют. Нет, то есть балконная, периметр вот этого балкона присоединяется к жилой площади. Но при этом надо внести изменения в инвентарное дело. Конечно. Обязательно вызвать сотрудников БТИ, чтобы они проявили замеры. Нужно взять разрешение, потому что сотрудники БТИ вносят изменения в инвентарное дело на основании разрешительной документации. На перепланировку, а потом уже вызвать сотрудников БТИ, чтобы они обмерили. И уже плата за коммунальные услуги, за отопление жилого помещения будет другая. Да, потому что уже у человека отапливается, условно говоря, на три квадрата более. Спасибо огромное, Хаджи Муратя Кулович. Теперь вы знаете, что перепланировка в квартире должна проводиться в соответствии с требованиями жилищного законодательства, поскольку самовольная перепланировка может нанести не только материальный ущерб, но и создать угрозу безопасности проживания людей в данном доме. Если у вас остались дополнительные вопросы по перепланировке, то вы можете задать их по телефону горячей линии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики или отправить свой вопрос на наш адрес электронной почты. Также напоминаем, что действует телефон горячей линии Управления Государственного жилищного надзора. А на этом у нас все. До новых встреч на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова